Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это Samsung Galaxy Watch Active. Несколько дней я пользовался этими часами, они не из дешевых. Цены на них начинаются по Яндекс.Маркету на момент, когда я снимаю обзор, это июнь 2019 года, от 12,5 и выше, там до 18 тысяч. Но цены актуальные всегда посмотрите, ссылку на Яндекс.Маркет я оставлю. Часы, конечно, своеобразные. Есть свои сильные стороны, например, в них действительно очень хороший экран и они в целом мне даже понравились, но есть и явные слабые стороны, например, автономность у них чудовищно низкая. Я даже подумал, может быть это брак, но это не брак, они так работают. Расскажу сразу, два дня, двое суток, это максимум, что из них можно выжать, при том даже если вы отключаете постоянно или раз 10 минут измерения пульса. Но подзаряжать их очень просто, в комплекте идет магнитная беспроводная зарядка и заряжать их можно от других устройств, которые поддерживают, тот же Samsung, например, делает. То есть от телефона эти часы подзарядить можно и этот минус частично нивелируется. Но давайте поговорим о них подробно. Сами часы. Понятно, что можно выбрать огромное количество разных дисплеев, циферблатов, настроек очень много. Как все работает? Ну, для любителей оплачивать с помощью NFC, конечно, здесь есть, надо только скачать Samsung Pay, конечно же, еще дополнительную программу и можно оплачивать с помощью часов. Что меня удивило, это когда приходит какое-то удавление, уведомление, смс, WhatsApp, например. Я вам обязательно покажу, как это работает. Они со временем сами исчезают. Я их не удаляю. То есть на других часах я такого не видел. Обычно что-то пришло, оно здесь остается. Здесь же спустя какие-то там 10-15 минут ничего не сохраняется. Выглядит все как. Есть две кнопки. Кнопка назад и кнопка выход на главное меню нажатия. И открывает такой дополнительный еще множество разных иконок, как видим. Если делать сверху вниз свайп, да, сам экран, кстати, он по технологии Super AMOLED. У него более 300 пикселей на день, потому что 360 на 360. Это очень круто для часов. Это реально очень круто. И дисплей вызывает только положительные ощущения. То есть листаем и смотрим. То есть общая статистика, сердцебиение. Измеряют они по умолчанию сердцебиение, кстати, постоянно. Можно поставить раз 10 минут, можно отключить, сделать вручную. На автономность это, кстати, как ни странно, практически не влияет. Я этого не заметил. Множество всего бег, как ни странно, у меня единственное, что смог определить, это велосипед. Когда я ехал на самокате, толкался ногой. Часы поняли, что я еду на велосипеде. Ходьбу не определяет, плавание не определил. Мне пришлось вручную включить. Но, кстати, зато когда включаешь плавание вручную, то часы блокируются под водой. Такая функция есть, она включается с этим нажатием. Бег также они не смогли определить на беговой дорожке. Мне пришлось включать вручную. Дальше. Понятно, что эти ярлычки все можно настроить. Музыка, телефон, погода, там, галереи и так далее. Сон. По умолчанию вот этой менюшки не было. Кстати, что мне понравилось, это как мы иконки переставляем на телефонах. Здесь также можно, например, иконку сон. Я не знаю почему, но по умолчанию ее не было. Можно поставить куда-то поближе. Мне, например, интересно, сколько я сплю посмотреть. Все это можно сделать на часах. И дальше, блистаем дальше. В принципе, все. Стресс, мне понравилось. Дыхание. Успокойте разум. То есть реально часы показывают, когда вдыхать, когда выдыхать. Сердцебиение, о котором я рассказывал. Это у нас погода, синхронизация, календарь. В часах есть GPS, GLONASS. Можно память свою собственную, 4 гигабайта, но там меньше доступно. Можно с этих часов их использовать в качестве mp3-плеера. Контакты, ну и добавить виджет какой-то еще можно. В принципе, удобно. Конечно, это не тот случай, когда взял, сел и поехал. Немножко часы под себя настроить приходится, на мой личный взгляд. Как все работает? Ну понятно, например, шаги. Сегодня я шагал очень мало. Я приехал на съемки и часы мне пришлось с другого телефона перенести, поэтому они показывают только два последних дня. Но часы у меня неделю. Если мы в статистику зайдем, посмотрим. Цель по шагам. Ну я поставлю десятку. Шесть, конечно, очень мало. Ну вы поняли. Настроек очень много. Основной. Что мне понравилось? Давайте, ну дисплей еще, конечно, покажу, потому что я считаю дисплей это очень важно. Дисплеев очень много. Есть магазин, опять же, самсунговский, где можно скачать разные темы и дисплеи. Кроме того, некоторые дисплеи можно дополнительно настроить, что я считаю также плюс. Можно фон выбрать. То есть тут кастимизация очень хорошая, как в телефонах, как в андроид-телефонах. Кроме того, есть такая фишка, как always on display. Когда мы ее включаем, то экран становится блеклым и на нем постоянно отображается время. Это разряжает батарею, но не сильно. Отмечу уровень вибрации. Она действительно хорошая и по ощущениям напоминает флагманские телефоны. Часы, которые я тестировал до этого, это Xiaomi основные были, у них не было такой качественной вибрации, как здесь. Я поставил легкую и все очень хорошо слышно. Вот в этом плане, конечно, такие прикольные. Лучше, чем у других часов. Я сам себе отправляю смс-ку. Смотрите, прямо сейчас пишу проверка связи. Должно сейчас прийти. Должно. Все, пришло. Смотрите, я. Даже если заблокированный телефон, мы можем, разумеется, это все увидеть. И часы провибрируют. Мы можем ответить. Ответить можем либо смайликом, ну, если вам это нужно. Текст. Здесь нельзя писать на часах, здесь есть готовые ответы. Понятно, замечательно. Вы все видите. Это отправится именно смс-ка, либо WhatsApp, либо даже электронная почта. Это достаточно круто. Но можно наговорить. Смотрите. Проверка связи. Все хорошо. Отправляем. Точка. А где дальше? Ну, как есть. Короче, отредактировать не получится. А получится. Получится, кстати. Нет, получится. Писать можно. Я даже... Ну-ка. Можно написать, но все равно, конечно. Ну, отправляем, как есть, допустим. Готово. Отправить. Все. И на телефон такой ответ придет. То есть, это, в принципе, удобно для односложных предложений. Вот. Все. СМС-ка пришла. Даже по официальным данным 90 часов, это в режиме ожидания, это очень мало. 8 часов активной работы. Поэтому, если с часами вы активно занимаетесь, тренируетесь, постоянно на них смотрите, но если вдруг с них еще и музыку транслируете, отвечаете там на СМС-ки, как я говорил голосом, то тут может быть меньше. У меня двое суток получалось максимум. Пожалуйста, вот пример. Заряд тает практически на глазах. Вчера днем. Врать не буду, я не записал во сколько, но это был день. Самый разгар, самая жара там. У нас в Москве 31 градус. И это классно. Настоящее лето. Так вот, самую жару я их подзарядил полностью до 100 процентов. Время полдень, грубо говоря. Сейчас вот снимаю. Следующий день, 2 часа дня. 31 процент остался. Притом, я их не мучил. Да, вчера я тренировался. Основной проверить, чтобы как они при нагрузках. Кстати, они единственное, что они смогли определить это то, что как я еду на велосипеде почему-то. А все остальное, например, ходьба, бег, беговая дорожка приходилось ставить вручную. Так вот, батарейки хватает даже если отключить постоянное измерение уровня сердцебиения. Оно по умолчанию включено. Либо поставить его в 10 минут раз, либо выключить. На автономность не влияет. Часы предупреждают, когда останется 15 процентов, включится режим энергосбережения. Поэтому автономность маленькая. Мириться с этим или нет, решайте для себя сами. Готовы постоянно подзаряжать? Пожалуйста. Не готовы? Ну, что тут сказать. Маленькая автономность. Как я уже подробно рассказал, мне понравились, что они в принципе удобные. Они не мешают, на руке сидят хорошо. Хорошо, что они беспроводная зарядка у них есть. В комплекте удобная беспроводная зарядка. Можно подзарядить от других устройств. У них очень сочные, яркие экраны моледовские, которые действительно приятны более 300 пикселей на дюм. В них есть все. Пусть немножко какой-то другой взгляд у корейцев и мне стоило привыкать к чему-то, но в целом ощущения часов остались хорошие. Единственное, о чем я еще не рассказал, мне очень понравился подход Самсунга в том, что когда впервые я их установил, мне понадобилось три плагина скачать. То есть я установил саму программу, мне еще три телефона попросил скачать. Зачем? Что это за странные такие? Зачем мне три плагина скачивать? Кроме того, функционал обрезанный. Если у вас телефон не Самсунг, там по умолчанию на Самсунгах установлен Samsung Head называется, если не ошибаюсь, программа. Она отчитывает шаги, но я не хочу ее ставить на свой телефон. Я скачал себе приложение, там должно все быть, но Самсунг заставляет меня буквально скачивать эту программу, потому что без нее я могу посмотреть сколько я прошел шагов и какой был мой сон только на часах. Чтобы посмотреть на телефоне, мне нужно скачать еще одну программу. Так не делают, ребят, я считаю. Но возможно я зря придираюсь. Я просто не хочу ставить эту программу, она будет больше жрать мою батарейку. Зачем? Зачем мне лишняя программа, когда я скачал одну? Зачем мне в программу ставить еще программу? Вот что мне не понравилось. А в остальном судите сами. Я рассказал, как есть, что нравится, что не нравится. Выбор за вами. Если кто-то пользуется такими часами, конечно, оставьте какой-то отзыв небольшой под этим видео. А я же не прощаюсь, а как всегда говорю до свидания. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.